Шесть погибших под колесами, казалось бы, безопасного транспорта. Речь об электросамокатах. Это статистика федеральная. Что касается Тюмени, только за последние несколько месяцев здесь произошло пять подобных ДТП. Ситуация экспертов настораживает. Как итог, в регионе собираются ужесточить правила передвижения на электросамокатах. Какие меры предпримут в ближайшем будущем и кого именно это коснется, узнала Анастасия Лизаревич. Это кадры очевидцев. На скорости житель Тюмени, как ни в чем не бывало, едет по проезжей части. Вот только не на авто, а на электросамокате. Самоубийца, уйди с дороги. А это уже центральная часть города, улица Республики. Девочка на самокате врезается в автомобиль, переезжая при этом пешеходный переход. На герое следующего видео в начале июля этого года инспекторы ГИБДД завели административное дело за езду на электросамокате мощностью 300 ватт без прав. С лесопередвижения эвакуировали на стоянку. Теперь водителю грозит штраф. Если мощность самоката более 250 ватт, то такой водитель, он уже считается водителем, должен иметь водительское удостоверение категории М. И в этом случае у человека не было водительского удостоверения. Количество административного транспорта на дорогах города растет вместе с числом пострадавших. Только за последние полгода на улицах Тюмени 5 ДТП с участием владельцев электросамокатов. Техника может развивать скорость, сравнимую с движением на автомобиле. То, что кажется удобным, быстрым и современным, уже называют убийцами на тротуаре. Вообще в целом на большой скорости несутся и страшновато. Если вдруг потеряют управление, собьют. Это точно. По дороге нельзя ездить. Это опасно. Машин много, транспорта много. Зачем по дороге ехать ему? Где-то вот по этим тротуарам. Сегодня по закону управление самокатом в алкогольном опьянении запрещено. Чтобы перейти дорогу, надо спешиться. А двигаясь по проезжей части, можно также нарваться на инспекторов. Двухколесная техника не приравнена к мопедам. Правила нарушают тут и там. Сегодня даже если самокат у 250, 300 ватт, более чем 250, это не значит, что он имеет право выезжать на проезжую часть. Он не приравнен на сегодняшний день к транспортному средству, как к мопеду. И сегодня мы зачастую, к сожалению, в Тюмени видим, когда ребята, иногда взрослые уже, ну там студенты, едут, пивко попивают. Эксперты бьют тревогу, а Минтранс предлагает внести поправки в правила дорожного движения. Запретить владельцам электросамокатов выезжать на тротуары, если вес транспорта больше 35 килограммов. Еще одно предложение – ограничить максимальную скорость передвижения до 20 или 25 километров в час. Что касается ограничения максимальной скорости до 20-25 километров в час, то это такой европейский подход. Действительно, такая скорость считается безопасной как для пользователей, так и для окружающих. Но с другой стороны, наша инфраструктура, она, мягко говоря, несколько отличается от европейской. Поэтому сейчас сложно говорить об этом. Чтобы реализовать предложение Минтранса в Тюмени, придется менять инфраструктуру города, заявляют эксперты. Сегодня в областном центре есть только вело и пешеходные дорожки. Вопрос появления специальных для самокатов уже касается градостроительной политики. Еще один важный момент – дети, которые сегодня массово пересели с велосипедов. Через 5-10 лет превратятся в водителей электросамокатов. И если культуры вождения не будет сегодня, то уже завтра число жертв транспорта будущего будет исчисляться не десятками, а сотнями. Анастасия Лизаревич, Тюменская служба новостей.